А теперь я хочу вам показать эту же стычку, только уже с другого ракурса. И обратите внимание на то, как ведет себя сын Рамзана Кадырова. Тот самый смелый сын Рамзана Кадырова, который поехал в Украину, заводил там воинопленных и привез их в подарок своему отцу. Внимательно следим за чуваком в красном костюме. Ты чего несешь, Штумсов? Во всей твоей Чечне не найдутся люди, которые смогут взять в плен братьев Нурмагомедовых, зная свое место, братишка. Брат, я вообще... Так, я знаете, что подумал? В прошлом эфире то, что я показывал, помните, два дерева, злополученных два дерева кадыровской пропаганды. Если кто забыл, вот эти два дерева. Я думаю, что в форме этих двух деревьев можно их как-то запечатлеть. Их надо, я считаю. Сделать какие-то стикеры в форме этих двух деревьев и наклейки. Если бы у меня были какие-нибудь 3D принтеры и так далее, я бы себе с удовольствием повесил бы на фон эти два дерева. Мне кажется, это очень крутая вещь. Это олицетворение лжи кадыровской пропаганды. После того, как я указал на этот фейл кадыровской пропаганды в своем прошлом эфире, министр информации, печати, внешним связям Ахмед Дудаев ответил на это все, записал там полчасовой ролик. Я не буду здесь ничего из этого показывать, потому что это очень долго. Скажу просто коротко, что основная мысль его, все его объяснение заключалось в том, что вот якобы этот штаб, где они там собирались, он действительно находился непосредственно на самой вот этой линии соприкосновения. И поэтому, да, они, конечно, согласились, они не могли уже оспаривать то, что они прямо там отошли оттуда 20 метров и вели этот огонь. Но они говорят, так, в принципе, это логично, потому что сам этот штаб, он и находился на линии соприкосновения. Поэтому они просто оттуда вышли, значит, и начали стрелять. И там вот ходят эти вот разведгруппы украинские, и, мол, они изначально там все спланировали, расставили позиции и стреляли, значит, строго по ним. И те начали ответ наносить удары. И вся эта версия, наверное, заслуживала бы какого-то внимания, если бы не одно. Ну, но это просто, я озвучу один факт, и, наверное, оставлю его без комментариев. Они на эту линию соприкосновения, туда, откуда прям можно вести огонь по украинским разведгруппам, они подъехали колонной на кроссоверах GLE. Просто без комментариев. Мне кажется, это все, что нужно об этой истории знать. Но я бы хотел обратить внимание сейчас на другое. Вообще, вся вот эта вот постановка, весь этот фильм, этот фарс, был направлен в первую очередь на то, чтобы сказать, вот вы нас упрекали, что, значит, мы не едем воевать. Вот Кадыров отправил воевать своих детей. И второй посыл был, что посмотрите, какие, значит, эти ребята, они смелые, они поехали повоевали, еще взяли пленных, и этих пленных привезли в Грозный в подарок своему отцу. Не задавайте тупые вопросы. Что значит, почему тогда они вернулись, если они поехали воевать, они должны были оставаться там и воевать до победного конца. Ну, не надо задавать тупые вопросы. Нет, не должны были. Не для этого они туда ездили. Там просто нужно было снять этот фильм. Вот этот вот первый факт, первый аргумент, мы его уже опровергли, мы к этому возвращаться не будем. Сейчас я хочу поговорить о втором аргументе, что ребята очень смелые, взяли в плен украинских военных, отвоевались, приехали. Дело в том, что после того, как они вернулись с этими пленными украинскими солдатами, видимо, очень сильно утомившиеся на этой войне, получившие колоссальный стресс, они, видимо, по какой-то реабилитационной программе, либо местной, либо федеральной, я не знаю как. Все эти три сына Кадырова были отправлены в Дубай, в Абудави, точнее, в Арабские Эмираты, на турнир UFC 280. И на этом турнире произошла стычка между бойцами Хамзатом Чимаевым и Абабакаром Нурмагамедовым. Эта стычка, то есть они не уч... Ну, кто-то, этот Нурмагамедов, по-моему, участвовал, но эта стычка произошла не вне в клетки, то есть они не дрались в клетки, а они у клетки, что-то там друг с другом не поделили, и, значит, небольшая потасовка произошла, давайте, чтобы, если кто не знает, кто не в курсе, чтобы вы были в курсе, посмотрим сначала, как это было. Как вам было! В первую очередь, я всегда попросил Бог, и его гребил выше, чем я могу. Алхамбаяilah! Мы с вами разбирать вообще детали этой потасовки не будем, из-за чего там. Это вообще не наше дело, тем более, что они уже помирились. Сегодня Кадыров выложил у себя в Инстаграм их совместную фотографию и как они вышли вместе с ним на связь. В общем, сам по себе этот конфликт уже улажен, с ним проблем нет. Но здесь есть кое-что другое, на что я хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что в этот самый момент, в момент вот этой стычки, вместе с Хамзатом Чимаевым был средний сын Рамзана Кадырова Эли. И вообще вся семья Кадырова в этот момент присутствует на этих боях. Но этот Эли, он непосредственно с Хамзатом Чимаевым подходит вот к этой группе спортсменов из Дагестана. Остальные, там младший брат, старший брат, племянник Кадырова, они находятся тоже там неподалеку. Они потом будут мелькать на видео. Но я хочу обратить внимание на вот этого вот Эли, среднего сына. Вот посмотрите, вот в этом красном костюме, это тот самый сын Рамзана Кадырова Эли. Как вы видите, они подходят, вот еще раз можете посмотреть, они подходят как раз к этой группе. Вот здесь сейчас произойдет эта стычка. Вот Хамзат подходит, дает руку этому Абубакару, а сын Рамзан, он немножко отходит в сторону и останавливается. А теперь я хочу вам показать эту же стычку, только уже с другого ракурса. И обратите внимание на то, как ведет себя сын Рамзана Кадырова. Тот самый смелый сын Рамзана Кадырова, который поехал в Украину, заводил там воинопленных и привез их в подарок своему отцу. Внимательно следим за чуваком в красном костюме. Вот он стоит, смотри, наблюдает. Вот Хамзат, вроде бы все, у них какая-то перепалка началась. Смотрите, этот пока не понимает, в чем дело. Так, все, Хамзат толкает, наносит удар, все, и вот смотрите реакцию, смотрите, он просто ошарашен происходящим, он не знает, как на это реагировать. Он просто стоит, и это тот самый смелый сын Кадырова, ему, чтобы понимали, ему уже 15-16 лет. Это не ребенок, вспомните себя, 15-16 лет. Как, знали ли вы в тот момент, как нужно вообще реагировать, когда на твоего товарища нападают, когда происходит что-то, даже не важно, понимаешь ты это или нет, но первый момент, ты не должен даже понимать. Если ты видишь, что какая-то угроза, есть какая-то угроза твоему товарищу, то каковы должны быть твои действия в этот момент? Если ты действительно такой смелый парень, который берет пленных, привозит их в подарок своему отцу, какова должна быть его реакция? Все правильно, он должен просто стоять и ошарашенный смотреть, что же там будет дальше происходить. Я хочу сказать только Хамзату Чимаеву, мне жаль тебя с такими друзьями. Ты завел себе очень надежных друзей, они тебя не бросят в нужный момент, они четко отреагируют на произошедшую ситуацию. С такими друзьями тебе, наверное, ничего не угрожает, Хамзат. Тебе стоит задуматься над тем, кого и на кого ты обменял. Да, деньги, красивая жизнь, это все, да, безусловно, есть. Но вот такие моменты, экстренные моменты, они показывают, насколько человек надежен, насколько он тебе товарищ, насколько на него можно, в принципе, положиться. Поэтому подумай об этом, что не поменял ли ты шило на мыло. Кстати, я ожидал, что после этого, этой потасовки, в которой, ну, непосредственно, можно сказать, участие там принимают дети Кадырова, племянники, я думал, что после этого они как минимум должны вернуться в Грозный с пленными братьями Нурмагомедовыми, привезти их в подарок Кадырову. Но нет, ничего такого не произошло, они вроде бы встретились, поели, попили, пообнимались и разошлись. Ты чего несешь, Штумсов? Во всей твоей Чечне не ведутся люди, которые смогут взять в плен братьев Нурмагомедовых, зная свое место, братишка. Брат, я вообще не претендую даже на это, просто Кадыровские дети, они с Украины приехали с пленными. Я думал, что они такие смелые, мощные такие пацаны, как минимум возьмут их в плен, но ты прав, не нашлось у них мужества, чтобы взять их в плен. Нет, ну это я, конечно, шучу, понятно, что никто никого в плен брать не должен был. Это все шутки. Расслабьтесь, ребята, это все без какого-либо негатива, просто шутки. Чимаев пробивает очередное дно, а рядом с ним воин, сын воина, угоняющий пленных из кустов красной фурии. Тумсо, я ждал, что он сейчас всех раскидает двойками, как на роликах ЧГТРК. Субтитры создавал DimaTorzok